В какую лодку залез Лукашенко? На кого он злуется и чему не рвуется, а так само, что вядома про раптовную смерть молодого капитана милиции? Витаем, чабры! Это наша нива и сейчас мы все вам расскажем. Куды и с кем плыве Лукашенко? Сегодня он принимает в Минску чаргового гостя. На этот раз секретарь наивысшей Рады нацбезпеки Ирана Али Акбар Ахмадияна. Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, мы люди опытные, идет информационное противоборство, может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее, мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем. Правда, куда эта лодка плыве Лукашенко тлумачить не стал, максимум от того, что и сам до конца не разумеет. А кроме того, Лукашенко попросил передать приветствие одному своему щабру. Я бы очень хотел, чтобы вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана, господину Хаминеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним. И там много-много лет. Передайте ему самое теплое поздравление и здоровье. Тут нагадаем, что Аятола Хаминеи – это самый уплывовый человек в Иране и, фактически, реальный геравник страны. У Кастрышнику 23 года после атаки Хамас на Израиль, когда террористы забили 1200 человек и еще 240 взяли в закладники, это лукашенковский щабр сказал так, цитата, Мы целуем руки ущих, кто спланавал этот напад на ассоянский режим. До речи, я еще раз про Лукашенко. Стали вядомые новые подробности его вчерашнего выступа. Сустрекающийся с представниками разных национальностей, которые живут в Беларуси, Лукашенко не обменял и темы Украины, и свои складанные взаимоотношения с Польшей. Как, естественно, подчас разговора без поперки, он завелся и затягнул свою любимую песню, что во всем виноваты американцы, что неважно, кто напал на Украину, али во всем виноваты Зеленске, что он не хочет сдаваться, ну и так далее. Правда, почау и он с выдумок про планы соседей на Беларусь. Что нужно полякам от нас? Ну понятно. Надо опять западная Беларусь, западная Украина туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает. Послушайте, это абсолютно тоже невозможно. Вы тоже это понимаете. Это невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Затым Лукашенко снова открыто проговорил. Атаке мигрантов с территории Беларуси – это его особистая крыльда на заходние санкции. Усёж, коль кипьен нехарахорывся, это мера его вельми и вельми бесить. Начали сотрудничать. Потом поляки, руководство Польши и Евросоюз ввели против нас санкции. И вы слышали, я открыто сказал, всё, никакого сотрудничества и здесь не будет. Мы вас защищать не будем, мы их защищали от этого наплыва. Почему мы должны защищать вас с петлей на шее? Причем Лукашенко признал, что теперь мигрантов саправды стало меньше. А лишь одразу запылнил, что ни у яким рази не прогнуща под загадки Тая. А просто Мауляу так супало, что сам захотел попиарить детьми шастных людей. Но главное, вот я вам клянусь, мы никогда эту тему с Китаем не обсуждали. И то, что туда меньше идут сегодня беженцев, как они вчера, я верю, в два раза меньше. Ну, слушайте, ну чего собачиться всё время с ними? Я уже говорю, ну ладно, давайте предупреждать. Я говорю, ладно, давайте поработаем с сирийцами, с афганцами. Вот недавно встречался госсекретар, обсуждали вопрос. Предупредите их, чтобы не ехали сюда и не шли в эту Европу. Ну, убьют просто. То есть мы начали за них, мы начали работать там. Так само Лукашенко в Вильме раздражняют потребования поляков отпустить политвязня. От этой темы его за усёды подкидывает, бо за 30 годов Лукашенко привык до думки, что моя краина, тому раблю, что хочу. А тут приходится не только слухать чужие потребования, а еще часом их и выконовать. Вторая претензия не их дело, как минимум, в вызволение политзнаволенных. Каких политзнаволенных? Каких политзаключенных? Ну вы же видели, что творилось в спокойной, тихой Беларуси в 20-м году? Какие политзаключенные? У нас статей таких нет. И потом, ну ваше, какое дело? Вы там, в Польше, разберитесь. Напреконце Лукашенко навод заговорил про осудженого на 8 годов Андрея Пачобута. Пачобут, Пачобут, Пачобут. Слушайте, хорошо, забирайте. А он говорит, а я туда не поеду. Я туда не поеду, мне не надо. А они и не хотят его забирать. Просто это стало политической, разменной монетой. И когда мы им говорим, забирайте. Нет, нам не надо. А этот, я туда не поеду. И что тыжится темы мигрантов, политвязнов и особиста Пачобута, то хочется отзначить такие моменты. Для Варшавы вызволение Пачобута, с оправдыш, является одной из важнейших задач, а мигранты – одной из важнейших проблем. Поляки этого и не хавают, но подкресливают, что опошнее слово тут застается как раз за Лукашенком и его поплешниками. Головную думку во всех этих лукашенковских монологах добро разгледил аналитик Артем Шрайман. И он меркует, что все это предметы спробовал белорусской улады почать перемогу с Заходом. Простей, кажучи, Лукашенко выклау свои карты на стол и скажет «Вось Пачобут, вось мигранты» и дает сигнал, что домовляться готовы. А эти первые пропоновые его пакуль, что не задовольняют. Могилевский доишник-байкер загинул у 27 годов на своем мотоцикле. Про смерть капитана милиции Микиты Исачкова без подробностей уповедомила ведомственная газета «На страже». А лишь в той же час заявили еще новины про жудостную аварию. Микроавтобус, который поворачивал налево, сбил мотоцикл «Ямаха», который летел с великой худкостью по дороге. Керутца мотоцикла загинул на место. И дописы в сочетках подтверждают, что это был минавито молодый капитан милиции Исачков. А лишь кого признают виноватым в этом ДТЗ. Керутцу бусика и самого загинул лагодаишника. Ранее, в подобных ситуациях, когда автомобиль, поворачивая налево и не пропуская сустречный транспорт, однозначно призначали виноватым того, кто не заступил дорогу. Почти практика изменилась. В Беларуси нет прецедентного права, но после кейса известного футболиста Александра Глеба законы стали трактовать иначе. В 2004 году Глеб при повороте урезался в другую машину, один из пассажиров, который позже помер в больнице. А ли тогда было выражено, что футболист не мог видеть сустречный автомобиль, який ехал с видовочным перевышением худкости, а значит, он не виноватый. Ти спрацуя, это теперь не факт. Бо у Могилевской ситуации праоритетным может стать той, что Керутца буса был пьяный. Блогер из Великобритании Уилл Эгертон был просто подарунком для лукашенковской пропаганды, бо хлопец рассказывал про чудовное житие у Беларуси и наводходил на поклон до министра внутренних справ Ивана Кубракова. Але теперь, подобно, нечто пошло не так. У радженцу Манчестера Эгертону 25 годов. Во университете он выучал русскую мову, а после начал активно вандровать по свете, особенно по постсоветских краинах. Был, например, в Кыгрыстане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Армении, России и інших. Добрався и до Беларуси, и тут ему вельми спадабалася. У Вогуля у своих роликах Эгертон никогда не поднимает некие политические темы, а на двород. И он, конечно, всем захопляется и рассказывает про местные славутости, те частотуются национальными присмаками. У Беларуси Уилл гулял по Минску, Могилеве, Гродне, Бресту, Витебску, Слониму, ел у Барановича Хлодышки, да и гонял на святую землю с Гущонки у Рогачоу, а так само глядзил футбол на Динамо и пиару мероприемства президентского спортивного клуба. И вот таки персонаж выглядал подарунком небесов для Лукашенко уцел. Тем более, что блогер мая великую аудиторию у 660 тысяч подписчиков. Тому Эггертону стало дозволено трошки больше, чем звычайному туристу. Например, и он пробыл в Беларуси по безвизии на один день больше, чем дозволено, а лишь никакой рати и департовать его не стали. А после блогер, кажется, сразумел, что Украина делает часом недозаконов, коли-николи издарается отсюда. Особливо, когда этими отсюдами начинают займаться великие чиновники. И вот Эггертон у одним со своих видов, вернулся до министра внутренних справ Беларуси Ивана Кубракова и попросил до ПВШ с документами, как застаться в Беларуси до уже. Такую шоковную нагоду беларуская пропаганда пропустить не могла, и Кубраков небыто уже прослеченные годины запросил замежника на особистую встречу. Для той встречи с министром блогер даже не стал переопраняться, а пришел в шортах. Но журналистка СБ Беларусь сегодня знайшла оправдание этому порушению Дурескода. Цитата. Кому потребны формальности, коли встреча отрималась такой душевной? Увы, никуда Кубраков дозволил британцу застаться в Беларуси до еще родины вершня и загадал подначалинам оформить потребные документы. Ухудким чаще гэтый термин скончится, и теперь блогер снова шукает допомоги про свои социальные щетки, бо хочет застаться в Минску и отримать беларуский дозвол на жихарство. Уже складываются у меня ощущения, что мое место тут. Как бы странно это не звучало. И я, короче, не готов уезжать. Вот почему я теперь обращаюсь к властям Беларуси. Я прекрасно понимаю, что видное жительство не дается вот так вот, щелчком палцами, мигом. Но если все-таки есть хоть любая возможность дать этому хлопцу венже, я буду безумно благодарен. Но в этот раз министр Кубраков хлопца чомусь и не зауважил. При нам все покут. Черговый зашквар Беларусьфильма. Цепер айчинная киностудая собирается вздымать кино про ворвание России во Украину. Про это заявил гендиректор Беларусьфильма Юрий Алексей под час своей поездки в Петербург. Цитата. Правда, если это будет беларусский проект и инициатива Беларусьфильма, то просто на нашу студию приедут вздымать свою агитку россияне, пока до конца не сразумело. В караоке скончилась больницей, милицией и судом. Под рабязностей этой истории отшукал портал зеркала. У Бресте у одним из караоке-ресторанов почалась бойка. Там шчапилися некальки нетверозых клиентов. Их разняли аховники, яныш выкликали милицию и выбили наибольшь буйных мужчину на улицу. Маулявка продыхался и остыл. За тым до дыбашира подышел администратор ресторана и зарабил таму подсечку, причем такую, что мужчина упал и больше не смог подняться. Позднее станет одома, что тым ударом яму взломали две костки у ножа. Еще гэта квалификовали, как тяжкая телесная. Завели справу, а на суде вычветлилась, что работник ресторана, який ударил мужчину, гэта был и милицейский спецназовец, який служил в алмазе и о мапе, и профессионально займался боротьбой, кикбоксингом, самбо и еще кучей подобных одиноборствал. Причем, его удар трапил на видеокамеры, а святки рассказывали, что пьяный клиент на той момент уже поводился беспокойно. Тобок, по-перше, бить его не было никаких причин, а по-другому, а хоуники и иншие работники ресторана не мают права сбивать наведников. Правда, суд, увы, никуда пошкодовал былого человека. Его признали виноватым в нанесении тяжких телесных пошкоджений, но саджать не стали. Вырак, три годы хатной химии и, цитата, спагнание выдатков на ремонт экспертного обсталевания у померы 19 копеек. Телефонные махляры, які звычайно подманывают беларуских пенсионеров, тепер обирают своими ахвярами и подлеткал. На жаль, отрымливается так само пошпяхова. Тепер такий звонок отрымал 13-годовый подлеток з Минска. Суразмоутца запылнил юнака, что у неких схемах фигуруют данные подлетка и его семьи. Далее, як звычайно, вам погражает криминальная справа и ператрусы, тому, коли дома есть гроши, то их треба терминово покласть на беспечный рахунок. Хлопец по веру и перевел прас инфокюосок 5 тысяч доляров. Гроши, дарэчы, належали ягоной бабули. Малы просто ведаў, дзе яны ляжать. У вынику и гроши, и махляры зникли, а у справе тепер разбирается милиция. Незвычайная история. У Гродзенским зоопарку з'явілася уникальная парочка сяброў. Усё почалося, коли яванскую макаку Яву забрали ў ветеринарный корпус на операцию. Ява десять годов жила ў одной клеце с самцом Абу, який вельми прае клопатившо. И тепер ничаканная разлука стала для живёлов великим стрэсом. А лишь работники зоопарка знаешлі высті. Каб Абу не сумываў и спокойно пиражыл растанне, да ёго подсялилі звычайного трусика. Лапавухі худко освоюўся на новыў месце, и зущим не соромившо сваўго незвычайного сущена. Не стаў крыўдзіць гостя і самец макаки. Спеціалісты зоопарка кажуў, што макчыма пакінуў трусика ў клецыз макакамі нават, калі Ява верніцца злячэння. Бязлітоснае і бісынсоўнае коммунальнае мастацтва. У Гомілі стояла вось такаа компазіція з героями каскі Дюймовачка. Сама дзяўчынка, крот і жаба. Гэта ўсё і так выглядала сумнівна, але цяпер скульптуры абнавілі, і Дюймовачка чамуўсті займела ярка жоўтую скуру і такеўш воласы. Але коммунальщыкі на гэтам не спыніліся, і каб стала яшчэ прыгажей, выкапалі побыч цажалку, затягнутую пластыковай плёнкай. Вось такіе новіны пятніцы. Нагадаем, што ў вечеры недзелі на нашым каналі выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Тому падписывайціся на канал, каб нічога не прапустіць, ставці лайкі альбо дызлайкі і абывязкова выказывайці заувагі ў камінтарах. І канешні, чытайці нашу Ніву, глядзіці нашу Ніву і любіці Біларусь. Сустрэнімся ў нядзелю.